это третье видео о нашей стройке о нашем кей доме который мы собираемся построить за девять месяцев но по крайней мере у нас был такой план 5 месяцев назад сегодня исторический момент 7 июня 2019 года и мы первый раз готовим кушать в нашем доме на нашей кухне потому что именно здесь здесь будет наша кухня и плита это должно остаться в истории на самом деле на самом деле сейчас конец лета конец августа и за последние два месяца кроме обеда на кухне нашего дома мы успели не так много всего за это время мы наконец-то зарыли кольца канализации она у нас будет своя еще сожгли кучу какого-то хвороста на участке и и у нас появилось еще кое-что у нас появилась разводка канализации это очень важная тема потому что весь наш фундамент вот все что вы видите это будет засыпаться песком заливаться еще фундаментом короче это будет большая плита и поэтому разводку нужно было сделать заранее это прогресс а еще родители олеськи наконец-то увидели наш участок и лес лес рядом с участком короче родителям походу здесь вообще очень нравится хорошо что мы делаем гостевую комнату только важный момент надо всегда называть ее гостевой комнатой не постоянное проживание а гостевая комната в общем казалось бы по дому успели не так много всего но у нас было очень насыщенное лето мы организовывали фестиваль фестиваль хлам мы говорили об этом инстаграм да это было сложно куча разных мелочей и так далее но но он был классным и приезжайте на него следующим летом а еще мы немного путешествовали в несколько стран но несмотря на это все на самом деле все это лето во время фестиваля путешествий и всего остального кипела работа над нашим домом дело в том что у нас не типовой проект будет из бутавра конструкция это была очень сложная работа потому что нужно было продумать каждый сантиметр нашего дома начиная фундамента заканчивая самой финальной финишной отделкой интерьером это нужно для того чтобы дом правильно собрали на производстве да и пришло время рассказать про наш проект о том какой он будет и как он будет выглядеть но я думаю что об этом лучше расскажет олеська потому что она она собственно говоря автор всей этой затеи и главный дизайнер архитектор поэтому ну что можно сказать дома бывают разные вообще глупо считать что какие-то дома лучше какие-то хуже каждый все для себя выбирает по-разному кому-то нравится жить в классическом интерьере кому-то нравится жить как минималист кому-то нужен большой дом кому-то маленький кому-то нужно 5 ванных кому-то достаточно одного душа поэтому мы собственно выбрали тот стиль дома который ближе по душе нам вообще мы очень любим архитипичные формы собственно поэтому силуэт нашего дома определился очень давно это стиль банхаус как то так будет выглядеть наш дом вообще мы не можем к сожалению показать именно наш проект потому что мы не делали визуализацию у нас есть чертежи у нас есть пространственное мышление немножечко воображение поэтому мы решили сэкономить время собственно поэтому наш дом станет сюрпризом для вас и наверное для нас надеюсь что все получится к счастью олеська умеет рисовать поэтому сейчас мы кое-что покажем ну примерно так это будет выглядеть снаружи но я думаю интересно посмотреть что внутри и так это вход в наш дом добро пожаловать дальше двигаемся по коридору и слева находится котельные за ней гараж и мастерская вадика а вот эта комната это гостевая дальше гостевой санузел и мы проходим на кухню здесь будет остров тут плита и дальше комната мечты кладовая а собственно вот это остальное большое пространство гостиная с большим большим окном и выходом на террасу а сейчас мы поднимемся по лестнице она собственно тут и мы оказались на втором этаже на втором этаже значит слева у нас игровая комната и комната sony и комната стефа они уже конечно все поделили дальше наш кабинет тоже с витражным окном это детский санузел это постирочная ну а это собственно наша с вадиком спальня с гардеробной и ванной собственно это все многие когда увидели предыдущее видео и посмотрели что наш дом стоит немножко кривовато по отношению к остальным домам и здесь это все обусловлено сторонами света вообще когда вы ставите дом на своем участке очень важно понимать где у вас север а где юг восток и запад потому что это все очень важно у нас получилось так наш фасад выходит на юго-юго-восток там расположены основные зоны нашего пребывания гостиная и рабочая зона большую часть дня там будет много света плюс к этому наш участок немного вытянут и наши красивые деревья расположены немножко в углу и мы очень хотели чтобы с наших фасадов с кабинета из гостиной было видно большая часть нашего участка поэтому мы развернули дом так чтобы оставить там и свет но в то же время чтобы с окон открывался классный потрясающий вид мы могли бы поставить их лицом к лесу но тогда бы это было на север а значит всегда была тень и не было бы света это нелогично в то же время когда вы располагаете дом возле леса здорово когда лес у вас находится на севере беларуси холодные ветра это северные и северо-западные поэтому хорошо когда лес у вас на севере я думаю что именно на нашем участке это идеальное расположение дома но вообще это очень важно потому что если вы расположите неправильно то развернуть его будет уже сложновато нет я отдал пленку купил весь материал 95 процентов материала для счетчика и я сейчас еду вдоль трамвайных путей и ты меня заберешь я могу тебя забрать круто это просто же карта тогда выходи я скоро хорошо все давай да на самом деле работа по дому это просто непрекращающийся квест но я очень хочу когда начнется отделка и все начнет визуализироваться и появляться в реальном пространстве делать больше видео и показывать каждый момент я надеюсь у меня получится и хватит времени я надеюсь а я тебе звоню что снимает скрытая камера ну как прошло продуктивно теперь у нас готова еще четыре панель круто все будет коротом но что ж двигаемся навстречу отделки вот там начнется веселуха да ба ба ба